Геннадий Сергеевич Грядет месячник благоустройства, в том числе и Симферополя. Какие работы запланированы? Месячник уже идет, они грядут с 25 октября. В рамках этого месячника запланированы текущие работы по уборке города, в том числе с привлечением жителей. Вот тут хотел бы сделать акцент. Почему? Простой пример из жизни. Я до этого руководил Симферопольским железнодорожным районом, и мы часто проводили субботники. Вот очень важный и нужный момент. Мы проводим, а нам из окон жители кричат, где нам еще убрать. То есть почему? Потому что вот такая реакция, она неприемлема, я считаю. Я думаю, со мной согласятся все. Если мы хотим вместе навести порядок в городе, давайте его наводить вместе. Да, мы выведем бюджетников, да, мы выведем работников Совета, министров, государственного совета, администрации, депутатов Совета. Все это мы сделаем, потому что мы это делаем централизованно. Но самое главное, нам пробудить в наших жителях чувство ответственности за свой город. Я об этом всегда говорю и буду говорить. Пока мы сами не изменим отношение к нашему городу, вот таким маленьким количеством людей, о которых я сказал, их мало там. Мы не сможем ничего сделать. Плюс еще может быть где-то, ну, три сотни работников коммунальных служб. Но это мало для такого города. Ну вот отсюда вполне закономерный вопрос, а как людей приобщить к этому? Учить, на примерах, показывать. Мы сейчас начнем работу с чего? Поставим задачи, закрепим территории за предприятиями, за бизнес-структурами, за магазинами. Определим правила, которые четко будут регламентировать, как мы ведем себя в отношении мусора, накопления в городе. Что мы делаем? Кто за это отвечает? Штрафы очень большие. Мы сейчас готовим к принятию программу по санитарной очистке города. Она серьезная, она ответственная, она будет всех воспитывать. Геннадий Сергеевич, кроме того, центр, да, он, в принципе, постоянно у нас в постоянной реконструкции, да, он постоянно обновляется. Знаем, что запланирована очередная его реконструкция. Но, опять же, вопрос, почему всегда центр, да, но внимания меньше уделяется в таком случае периферии города, тому же старому городу, микрорайонам, спальным каким-то? Нет, не так. Дело в том, что, ну, первое, мы хотим выйти из того вот постоянства реконструкции одного и того же. У нас не только центр, у нас постоянно реконструируется почему-то набережная, это какие-то объекты постоянной реконструкции. Я с этим согласен. Что мы хотим сделать в центре? Мы хотим сделать это хорошо и надолго. Завести под землю все коммуникации, заменить, что надо, положить хорошую плитку, сделать хорошее благоустройство. Есть проект по этому объекту. Мы сейчас смотрим, сможем ли мы успеть это сделать к дню города. Я думаю, что если мы напряжемся, сделаем. Но сейчас у нас другая задача. Надо поубирать эти поддоны, которые там поставались с этих летних кафе. Люди, которые их поставили, почему-то не проявляют осознательности, так скажу, гражданской. И не понимают, что мы наводим порядок в городе. Я всем говорю, мы наводим порядок в городе и мы его наведем. Геннадий Старевич, ну, в принципе, я думаю, администрация города, она может выяснить, да, кому эти поддоны принадлежат, предприниматели. И в дальнейшем, в меньшей степени, сотрудничать с ними, наверное, да, или не разрешать в будущем ставить такого рода летние площадки. То, что мы не будем разрешать, это я могу заявить уверенно. И этого не будет. Второе, я не ответил на вторую часть. Не меньше уделяется части периферии, не меньше. И даже в части благоустройства. Мы планируем на верхнем плато маршала Жукова сделать огромный парк-мемориал. Там есть частичка его. Это памятник Родина-Мать на месте расстрела наших симферопольцев во время Второй мировой войны. Мы хотим развить его до массива, где стоит маленький памятник Жукову. Сделать это серьезно, сделать это качественно. Сделать музей под открытым небом военной техники. Это начинание идея получило одобрение Сергея Валерьевича Аксенова. Он сказал, что он берет под патронат данный объект. И я думаю, что это и есть показатель того, что не только центр. По каждому микрорайону в городе есть определенное направление. Но, конечно же, мы должны начать со своего лица. То есть оно должно быть красивым, приятным и жителям, и нашим гостям. Возвращаясь непосредственно к лицу, именно к центру города. Я думаю, многие симферопольцы оценят тот шаг, когда уже запретили проезд автомобилей на центральные улицы. И многие с этим согласятся. Вот сейчас эта работа на какой стадии находится? Завершена ли она? На самой начальной. Мы поставили пост туда из сотрудников, бойцов нашего народного ополчения. Значит, периодически туда будет подъезжать патруль ППСной службы, патруль ГИБДД. Почему сейчас так? Потому что не готовы наши еще жители быстро изменить свое мировоззрение. Они готовы. Они привыкли кататься по пешеходной зоне почему-то, я не знаю. Ну, так сложилось исторически, наверное. Начали. Сейчас постоят там по 5-10 человек нашего народного ополчения. Очень просто все получается. Знаете, даже из машин не выходят и окна не открывают. Лучше разворачиваются, уезжают. Видят, люди стоят. Значит, ехать нельзя. Ну, постоят. Потом начнем, пустим, боларды, которые сейчас в ремонте. Что-то их сломали. Причем сломали, наверное, опять же, бессознательно. Будет все нормально. А в целом для проезда автотранспорта какая именно территория центральной части Крымской столицы будет закрыта? Ничего нового закрывать не будем. Пешеходная часть – это пересечение начала улицы Карла Марса в улице Пушкина. Вот. Значит, туда возможно будет проехать жителям домов с номерами, те, которые там находятся, и машины, которые там зарегистрированы. Плюс машины, которые обслуживают торговые точки в данной части города. Все. В утренние часы этим машинам можно будет. И вечерние. И, кроме того, важная тема – сотрудничество с общественными организациями и участие молодежи в жизни города. Я знаю, что не так давно проходила встреча, в частности, ваша, с президентами школ симферопольских. Что почерпнули из нее наши молодежи? А, может быть, какие-то идеи узнали вы? Да, очень важная встреча прошла для меня. И в таком формате мы встречались впервые. Значит, такого не было. Но я думаю, что то, что мы сделали, это правильно, и мы это продолжим. Конечно, молодежь – это наше будущее, которое придет за нами. И так, как мы сможем организовать сейчас взаимодействие, а я об этом говорил, это золотой сплав, это опыт и молодость. Это то, что нужно нашей стране, нашей республике. Определили направление, определили коммуникации, сотрудничество, определили то, что они уже подключаются. Кстати, мне сказали, их очень заинтересовал этот парк-мемориал. Они хотят свои идеи применить там. Интересует вообще участие даже в таких, казалось бы, немолодежных вопросах. Они задавали там по коллектору глубокого заложения, будет ли он продолжен в строительстве. По решению вопросов с полигоном ТБО. Знающие, молодые люди, президенты, я им сказал, у вас есть на кого равняться. Вы же понимаете. В целом, может какие-то идеи, которые предлагали школьники, удастся реализовать на деле непосредственно при благоустройстве крымской столицы? Уже были озвучены или лишь задания получили эти президенты? Нет, они задания не получали. Мы общались в режиме диалога. Никаких докладов, никаких обсуждений, каких-то конкретных вопросов, диалог. Но мы знакомились, начнем с этого. Я посмотрел им глаза, они посмотрели. Я дал заверение, я держу слово, что я буду помощником во всех начинаниях. Все предложения, которые они внесут, мы будем рассматривать. Единственное, я, конечно, сделал акцент на том, у них еще нет понимания ограниченности законов. То есть есть такое, ну, то есть вседозволенность, не назовешь, но такое расслабление. Это максимализм, да, так скажем. Мы будем надеяться на то, что вот эта молодая кровь, она все-таки поможет при благоустройстве города. И наш Симферополь будет свести. А у нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с Первым Крымским.